Я сижу здесь вместе с Джорданом Шлански. Джордан, я не хотел пожимать твою руку, я просто указал на тебя. Как это самонадеянно с твоей стороны. Ты уволен. Джордан, какая у тебя должность на шоу? Я ассоциативный продюсер. Во сколько ты приходишь утром? Обычно в 11 утра. Окей, а что ешь на завтрак? Мне нравится протеиновый коктейль на завтрак и после него пью овощной напиток. Что? Погоди, сначала у тебя протеиновый напиток. Верно. Что за протеиновый напиток? Называется Cytogainer. В нем есть баланс белков и углеводов с небольшим количеством жира. Совсем немного, чтобы ускорить обмен веществ. Мне кажется, по-настоящему надо произносить Cytogainer. Короче, немного жира еще в нем? Совсем немного. Зачем тебе жир? Это нужно для сбалансирования белков и углеводов. Жир, на самом деле, это хорошо. Большинство жиров считаются полезными в Средиземноморских странах. Да, но мы в Нью-Йорке. Верно. Так что позвони мне, когда будешь в Средиземноморье, и я доставлю тебе по воздуху немного жира. Еще я узнал, что ты хорошо владеешь кнутом. Я действительно умею пользоваться кнутом. Хорошо. На самом деле, увидели видео с тобой, которое было снято несколько лет назад. Это видео, которое ты сам снял. Верно. Когда ты практиковался с кнутом. Точно. Скольким людям ты показывала эту запись? Нескольким людям здесь в офисе. И что они подумали? Они были очень впечатлены. Джордан большой любитель вина. Джордан, ты продемонстрируешь для нас некоторые свои способности и знания в области виноделия. Чтобы по-настоящему ощутить его полный букет, ты должен покрутить бокал, чтобы добавить в него немного воздуха, потому что вино меняется при взаимодействии с воздухом. Понюхай определение. Чувствуешь ли ты какой-нибудь запах? Может быть, тебе он понравится, а может и нет. Может, ты почувствуешь запах фрукта, а может грязь. Ну, я адекватно чувствую запах фрукта. Какая у тебя любимая рок-группа? Самая любимая. Моя любимая рок-группа это Rush. Я не могу вспомнить, какие песни у группы Rush. Их самая известная песня это Tom Sawyer. У их главного вокалиста Гетти Ли смешной голос. Разве нет? У него необычный голос. И тебе он приятен? Он не раздражает меня. Там что-то. Это не одна из их песен? Нет. Разве это не их песня? Нет, у них нет такой песни. А что у них есть еще, кроме Тома Сойера? Их весь альбом довольно известный. Лаймлайт. Давай, как звучит песня Лаймлайт? Это именно та, которую я и спел. Я спел ее правильно, а ты нет. И где же ты будешь работать завтра? Это офис Джордана Шландский. Джордан, я должен сказать, здесь есть небольшое противоречие. Ты сам по себе аккуратный, опрятный, чистый и хорошо выглядишь. А твой офис как логово сумасшедшего. У тебя есть пакетики. Пакетики с апельсинами. Что происходит здесь? Просто случайный пакет с апельсинами здесь. Это были клементины. Медовые хлопья. И тут внезапно мне не верится, что ты пьешь протеиновые шейки каждое утро. Это цельнозерновые хлопья. Я ем во время полника. Это не серьезные хлопья. На ней нарисована пчелка, которая добавляет туда мед. Да, в относительно низкое содержание сахара и они сделаны из цельных зерен. В чем проблема? Объясни тогда про пчелку. На обложке нарисована мультяшная пчелка. Как ты можешь воспринимать это всерьез? Только потому, что это нравится детям, это не мешает мне наслаждаться. Повсюду мусор. Тоник для зубов и десен? А это что такое? Да, это для полоскания рта. Это выглядит как что-то, что продали бы в вагоне в 1855. И почему это означает, что оно плохое? Что это? Там еда внутри. Какая еда? Различные виды. Ты не хочешь рассказать перед тем, как я открою? Нет. Боже мой. Боже мой. Печенье поп-тартс. А что случилось с соотношением жировых отложений? Я питаюсь только средиземноморской пищей. Из какой области средиземноморья пришли к нам печеньки поп-тартс? Важно поддерживать свой метаболизм в течение всего дня. Почему ты прячешь их в закрытом ведре? Ты стыдишься? Ты задаешь этим свой позор? Когда ты входишь в спираль позора, ты поднимаешь ведро, засовываешь сюда голову и просто начинаешь чавкать? Чавкать поп-тартсами? С каким вином ты бы порекомендовал есть поп-тартс? Я бы порекомендовал скорее всего вино Ширас. Даже можно вино Бордо. Оно хорошее. Что-нибудь из напы. Что-нибудь желательно со сладким вкусом. Печенье с шоколадом, что очень хорошо есть с любыми красными винами. Ты сыплешь крошки на меня. Как ты заинтересовался танцами? У меня был очень неловкий опыт во Франции. Две датские модели подошли ко мне в клубе и предложили танцевать, а я не знал как, но все равно попробовала. Поэтому ты их убил. Что еще ты мог сделать? Сейчас включу музыку. Держись за руки и вращайся. Дай вторую руку. Сюда, потом туда. Очень хорошо. Продолжай. Просто… Ты должен сохранять контроль. Я никогда еще не ненавидел забастовку сценаристов, как сейчас. Никогда. Хотите верьте, хотите нет. Джордан настоящий человек. Давайте позовем его сюда. Джордан Шландский. Джордан, спасибо большое. Мне нравится, как ты встал и насладился всеобщим вниманием. Это не песня группы Rush? Именно. Джордан, спасибо большое. Самый спокойный огурец, с которым я когда-либо разговаривал. Джордан, это было… Невероятно. Я не знаю, как ты это делаешь. Ты невероятный человек для меня, Джордан. Ты настоящий, и мне в это не верится. Знаешь, мне действительно понравилось снимать это видео и проводить время с тобой. Мы подумали, что будет слишком долго, поэтому отредактировали его. Есть выразная часть видео. И сейчас, мне кажется, нам нужно ее показать. Думаю, люди должны увидеть это. Думаю, что они достойны того, чтобы увидеть. Так что… Посмотрите эту маленькую часть, которую вырезали. Это все по-настоящему из разговора с Джорданом Шландский. Значит, ты считаешь, что я хороший босс? Да. Что я справедливый босс? Да. И иногда, когда я расправляюсь с людьми, то это вероятно, потому что мне приходится так делать. Да, ты лидер. Ты меня иногда так смешишь. Ты не такой, как остальные люди. Ты пользуешься шейками, кнутами. Веспой. Раш. О, блин. Ты доставляешь мне столько радости. Хотя. Хорошо, я возьму немного окун. Да, наBM Канидже. Это наиболечение. Продолжение следует...